Лучшие танцевальные и вокальные номера на отчетном концерте представили различные объединения Дворца детского и юношеского творчества. Гости праздника, а также родители воспитанников образовательного учреждения оценили по достоинству успехи своих детей в этом учебном году. Отчетный концерт – мероприятие традиционное, но к нему воспитанники Дворца детского и юношеского творчества готовятся всегда с большой ответственностью. Перед выступлением – обязательная репетиция. Хору «Веселые ребята» студии «Юность» в этом году есть чем гордиться. Коллектив участвовал в различных международных и областных конкурсах и получил много достойных наград. Совсем недавно они ездили на московский областной конкурс и заняли второе место. Стараемся, конечно, чтобы нам было интересно всегда на уроках, интересный репертуар, что-то с движениями, где-то сольно, где-то всегда по-разному. Стараемся участвовать в жизни школ. Тут занимаюсь два года. Мне очень нравится. Моя любимая композиция – нотный бал. Решила прийти на хоровое пение, потому что мне родители сказали, что у меня есть голос, и ты должна пойти на хор. Вот я и пошла. Среди участников концерта и хореографический коллектив «Болеро». 14 лет его бессменным руководителем является Марина Алдошина, благодаря которой дети изучают основы классического современного и народного сценического танцев. Сегодня у нас выступает концертная группа. Мы недавно выступали на международном конкурсе в городе Раменское. Стали лауреатами первой степени в номинации «Эстрадный танец». Этот учебный год выдался успешным для коллективов. Они приняли участие в 16 конкурсных мероприятиях региона и в 9 всероссийского и международного уровней. Вы знаете, итогов очень много. И хороших успехов в целом на уровне области и во всероссийских и международных конкурсах наши коллективы принимали участие. Помимо танцевальных и вокальных коллективов, во Дворце детского и юношеского творчества работают кружки по декоративно-прикладному искусству, две фотостудии и другие объединения. Все их работы, отмеченные призовыми грамотами, разместили на выставке в холле Дворца культуры. Завершилось мероприятие награждением коллективов, показавших лучшие результаты в этом учебном году.